Девчонки, всем привет! Вы попали на мой канал Мир Девчонок, и с вами, как всегда, я Юля. И в этом видео я расскажу, как пришли мои месячные, ну то есть будет МС-влог уже именно за сентябрь. Так как в предыдущем видео я обещала, что МС-влог скоро выйдет, ну так вот, я и решила сразу не затягивать, а для вас снять лучше это видео. Ну а перед началом ролика не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Это будет такая небольшая для меня мотивация, чтобы для вас снимать такие разные прикольные видео. Ну и что ж, давайте слишком долго не будем затягивать, а сразу начнем. Первый день моих месячных начался 18 сентября, и на тот момент я проснулась где-то часов в 10, примерно в 11, и это было воскресенье. Тогда я сразу почувствовала что-то неладное, будто бы должны начаться месячные, но их не было. И потом, через несколько часов, заметила на ежедневке низ, а именно выглядит она вот так вот. Заметила на ней небольшие коричневатые, какие знаете выделения, только уже не прям капельки, да, крови там, а просто мажущие. Я подумала, что вот мы месячные начались, наконец-то. И так как я вам рассказывала то, что мы месячные обычно, когда начинаются, сразу использую прокладки. Но так как были, по крайней мере, небольшие коричневые мажущие выделения, я решила походить еще в ежедневках. Именно это была тоже ежедневка от Miss. Я проходила в этой, потом поменяла ее на точно такую же. И уже, получается, через несколько часов, когда я увидела то, что эти коричневатые выделения продолжаются, я решила надеть уже вот такую вот ежедневку от Secret Day, так как я подумала, что месячные уже должны как бы начаться полноценно. И выделения должны увеличиться. Чего, кстати, не произошло. Ежедневка осталась практически пустой. Выглядит она вот так вот, с мягкой поверхностью. И уже тогда я решила не тратить свои хорошие ежедневки, а надеть такую, как типа Discreet на ноль капелек. Так, и уже был вечер, то есть было где-то примерно 19 часов вечера. Я, то есть, надела вот эту ежедневку, пошла делать уроки. И потом, когда я увидела то, что она не заполняется, я решила ей провести по себе. Знаете, просто проверить. То же самое, как и туалетная бумага, только ежедневкой. И уже на ежедневке я заметила кровавые выделения, ну то есть прям кровь. И поэтому я решила то, что все, наконец-то мои полноценные месячные начались. Так и оказалось. И потом я уже сходила в душ и наклеила вот такую Always Classic Sensitive. Потому что решила то, что у меня уже должно все потечь. Прокладка выглядит вот так вот. И на утро она заполнилась в серединке. Ну то есть я проснулась утром и почувствовала, что уже все, деления потекли. И наконец-то месячные полноценно начались. Так как можно сказать, я застала их начало, что было очень крайне странно. Потому что когда у меня начинаются месячные, у меня сразу все начинает течь. Ну в общем как-то так. Прошел первый день моих месячных. Пожалуйста, не обращайте внимания на мой палец пострадавший. Это я ножницами себя случайно порезала. Ну то есть ножницами вот так вот задела кожу. Итак, второй день месячный. А именно 19 сентября уже. То есть полноценный, так скажем, день. Я даже не знала, как считать. Это первый день, либо второй. Но решила начать со второго. Точнее продолжить. И утром уже в школу я сменила прокладку Always на Kotex Ultra. Текая перед минутой, подумала, что мои месячные увеличатся. Чего, однако, не произошло. Те месячные, сразу скажу, самые были не обильные. В общем, это были самые не обильные месячные. Выглядит прокладка вот так и заполнилась она у меня вот так вот. За несколько часов. Я с этой прокладкой была недолго. Также я занималась у ней на физкультуре. И то есть прокладка справилась совсем идеально. И после урока физкультуры я решила поменять ее уже на свою любимку. Это Always Ultra. Текапельные тоже. Ну так как подумала, что опять же выделение все-таки увеличится. Хоть когда-то это должно произойти. Чего не происходило. Выглядит прокладка вот так вот. Сменила я ее в 11.31. И заполнилась она у меня. Получается вот так вот. Ну то есть совсем немножко. И уже дома я ее поменяла на прокладочку от Kotex Natural. То есть в 16.20 я ее уже надела. Выглядит она вот так вот. И мне нужно было потом собираться вместе с мамой на собрание в школу. Так как нас устроили собрание вместе с детьми. Там наш класс начал не очень хорошо учебный год. Поэтому так вот и получилось. И в этой прокладке я была также и на собрании. Заполнилась она у меня за все время вот таким вот пятнышком. Это наверное одно из самых больших выделений было за все мои месячные. То есть они у меня прошли буквально ну очень необильно. Когда я пришла в собрание в 19.50 я сменила Kotex Nella Fresh. Так как решила походить еще в не ночной прокладочке, а ну так, в дневной хоть какой-нибудь. Выглядят они вот так вот. И я ее надела и пошла заниматься своими делами, делать уроки. И получается заполнилась эта прокладка у меня вот таким вот пятнышком. Тоже недостаточно мало. И уже на ночь я решила надеть Libres. Я их не брала на свои предыдущие месячные, потому что они у меня были слишком обидные. Я боялась протечь в этой прокладке. Но на предыдущие мои месячные, которые уже закончились, именно вот на эти, которые прошли в сентябре, я все-таки решила наконец-то надеть их, потому что выделений так-то практически не было. И на утро прокладка заполнилась примерно вот таким вот пятнышком. То есть выделений практически не было. Повторюсь, это достаточно странно, потому что мои месячные последние месяцы были очень прям обильные. Кто смотрел предыдущий МС-влог об этом знают. Но я решила менять прокладки как можно чаще, чтобы было намного таки ничнее и так далее. Третий день моих месячных, 20 сентября. Я уже решила в школу точно так же подстраховаться и надеть пятикапельную прокладку Always Platinum. Получается, надела я ее в 7.09. Выглядит прокладочка данным образом. И вообще по итогу заполнилась она у меня за весь учебный день. То есть все, я больше не получала еще мне поменять прокладку в школьное время. Пока я находилась в школе, заполнилась она у меня вот таким вот пятнышком. Я очень сильно боялась протечь, поэтому надевала прокладки на большую капельность. Так делать как раз таки нужно, потому что вы же не знаете, как у вас увеличится там выделение, либо же наоборот уменьшится, поэтому на всякий случай подстраховаться следовал бы. Но однако я могла бы этого вообще и не делать. Уже когда я пришла домой в 14.49 я сразу же пошла и поменяла Always Platinum на L'Evress натуральную заботу на 4 капельки, так как выделений, повторюсь, было достаточно мало. Прокладка выглядит вот так вот, очень она мягкая. По итогу она у меня заполнилась примерно вот таким вот пятнышком за несколько часов. Месячно у меня практически были одинаковые все дни. Ну, то есть они по выделениям одинаковые или... короче, понятно. Я потом пошла покушала, все сделала, и потом уже в 17.38 я решила надеть Belly Herbs липовый цвет. Вот идет прокладка вот так вот, она очень набитая, что означает, что прокладка может впитать достаточно много, но так как у меня было мало выделений, конечно же, на нее попало минимальное количество. Мои месячные, получается, заполненные сена у меня вот так вот, и все, ну, то есть месячные опять пошли то на спад, то чуть-чуть прям увеличится. Прям буквально разницы сильной не было, но все равно месячные были какие-то неопиленные. Потом в 20.51 я решила надеть Libres и наконец-то сесть за уроки, потому что когда я прихожу со школы, мне очень трудно заставить делать уроки, поэтому я постоянно делаю их уже в вечернее достаточно поздное время. И выглядит прокладочка вот так вот, она достаточно тонкая, поэтому я подумала, что почему бы не надеть ее. По итогу заполнилась она у меня вот таким вот пятнышком. Тоже достаточно мало. Если вам какие-то пятнышки, которые я показываю, кажутся слишком, такими, знаете, большими, я говорю то, что это мало. Нет, девчонки, просто они были тоненькими полосочками, поэтому, в принципе, я это и имею в виду. И уже в 22.38 я надела вот такую вот корейскую прокладочку от Always Sensitive. Я вам ставлю коробочку, у меня от них нету, это ночные прокладки, которые выглядят данным образом. По итогу вроде бы она больше всех заполнилась из ночных. И знаете, я когда утром проснулась, почувствовала то, что с меня прям льется. Я проверила эту прокладку, не доходя до туалета, просто решила проверить, как там вообще дела у нее обстоят. И увидела, как с меня прям все льется на эту прокладку. По итогу она мне заполнилась примерно вот так вот. Это, наверное, самые обильные были выделения за все мои ночи. Ну, в общем, как-то так и закончился третий день месячных. В 7.13 утра я уже поменяла ночную прокладку на Bella Perfect Ultra Maxi Blue. Я постоянно подстраховывалась, чего, конечно же, делать не нужно было, так как, можно сказать, я приводила хорошие прикладки. Можно было пользоваться простыми четырехкапельными. В принципе, она заполнилась за весь учебный день вот таким вот пятнышком. Ну, то есть, опять же, повторюсь, выделения вообще были не обильные. Потом в 14.50, когда я пришла домой со школы, я уже поменяла вот Bella Perfect Ultra Maxi Blue на Bella Fortin с Ultra Sensitive на 4 с плюсом капельки. В принципе, она заполнилась тоже достаточно мало. Выглядит прокладка вот так вот, она идет с мягкой поверхностью без всяких ароматизаторов. Заполнилась она у меня получается вот так вот. Ну, то есть, тоже достаточно мало. Уже в 17.25 я надела Always Sensitive на 4 капельки. Так как она достаточно тоненькая, много выделений, прям супер много не сможет впитать, поэтому я и решила ее надеть. Практически она вот так вот и заполнилась. И она получается тоже небольшим пятнышком. Уже я потом пошла делать уроки ближе, опять же, к вечеру. И уже в 21.14 я решила сменить прикладку на Котекс Ночную Natural, так как предыдущая ночь была достаточно, как мне показалось, обильной. И в принципе, можно было бы уже надеть более мощную прикладку. Итогу заполнилась она у меня на утро вот так вот. И в принципе, тоже можно было какую-нибудь 4 капельную на ночь бы надеть. И в принципе, так закончился третий день моих месячных. Нет, не третий. И в принципе, так закончился четвертый день моих месячных. Итак, пятый день моих месячных, уже 22 сентября. Наконец-то, девчонки, вы не поверите, но меня кто-то шандарахнул по голове. И наконец-то до меня дошло то, что нужно все-таки использовать не 5 капельные прикладки в школу, а 4 капельные. Поэтому я надела вот такую Always Ultra. Как вы можете заметить, многие прикладки, если вы смотрели видео с сбором прокладок, мы не собирали. Действительно, потому что я добирала прокладки, так как мы собрали слишком мало, я пыталась использовать как можно больше. И то есть, ну, чаще их менять. Выглядит она вот так вот. По итогу за весь учебный день она заполнилась примерно вот таким вот пятнышком. Тоже достаточно немного. Надела я ее в 7-16 утра и уже сменила на Allu. Солнечная ромашка. На 4 с плюсом капельки. Это тоже достаточно тонкая прокладка, поэтому я и решила ей воспользоваться. По итогу заполнилась она вот так вот, очень тонкой полоской. Практически выделений уже не было. Уже в 20.39 я решила надеть вот такую вот Milano на 4 капельки, так как уже хорошие прокладки, смысла не было использовать. Выглядит она вот так вот. Я пошла делать уроки и заполнилась она у меня примерно вот так вот. Тоже достаточно немного. И на ночь я решила не подстраховываться, а надела сразу Miss. Это моя новинка на 3 капельки прокладки, как заявляет производитель. И внутри они выглядят вот так вот. У них очень мягкая поверхность, достаточно приятно. И несмотря на то, что у них такое себе качество, мне они в принципе понравились. Я их оценила. И заполнилась прикладка на утро, получается вот столько примерно. Опять же повторюсь, это немного для 4 капельной тем более. Ну или по крайней мере для меня это немного. Может быть у вас постоянно такие месячные, а для вас это наоборот достаточно много выделений. И в принципе было видно, что месячные уже все должны скоро закончиться. И следующий день оказался как раз таки последним. В 7.14 утра я поменяла Miss на точно такую же Miss, потому что в принципе можно было бы уже даже переходить и на 3 капельные прикладки. И заполнилась она у меня за день примерно вот таким вот пятнышком. И девчонки, тут вы меня можете убить, закидать тапками, помидорами абсолютно всем, чем хотите. Но так как прокладка достаточно мало заполнилась за учебный день, я решила, что в ней еще чуть-чуть похожу. В этот момент я включила себе видео с ютуба на телефоне. Легла на кровать и благополучно заснула. И уже эту прокладку я сменила в 19 часов. А именно практически было уже 8, ну 19.45. Без 15.8 было на часах. И я переносила ее слишком долго. Так делать нельзя, ну я просто заснула, и даже будильники меня уже не спасали. То есть я на всякий случай, когда засыпаю, ставлю себе будильники, но обычно я их выключаю и дальше продолжаю спать. И уже потом я место поменяла, наставила флюр прокладки, так как я ими давно уже достаточно не пользовалась, и решила, так сказать, их вспомнить. Прокладки с сомнительным качеством, но в принципе ничего такого, прям супер фу-фу-фу не было. Заполнилась она у меня вот так вот, и крылышко открепилось, оно залезло вот так вот на прокладку, и получается на нижнее белье у меня попало, ну где-то вот столько еще выделений. То есть я протекла из-за их плохого клея. Так бы крылышки не открепились, и все бы попало на прокладку. И уже в 0.29 я решила поменять их на вот такие кодекс-ианк, так как подумала, что мои выделения как-то увеличились, чего, кстати, не оказалось. И за ночь у меня вот эта вот прокладочка тоже практически не заполнилась. Она заполнилась вот так вот. Ну может быть даже чуть-чуть побольше, но в принципе она практически не была заполнена. За эти свои месячные я использовала 22 или же 21 прокладку, но также у меня осталась одна в запасенных, в собранных, которую я не использовала, это была кодекс-ультранайт, потому что выделений у меня было достаточно мало, и я решила ее на ночь не надевать. Ну и как-то вот так вот продлились мои месячные. Начались они как-то странно, продолжились. Как-то странно длились они у меня практически вроде бы неделю. Я очень сильно надеюсь, что следующие мои месячные, которые, кстати, должны выпасть на мое день рождения, будут как-то пообильнее, и уже прокладки не будут так мало заполняться. Ну что ж, девчоночки, на этом было все мое видео. Огромное спасибо вам всем за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Смотрите также другие мои ролики, которые вы сейчас видите на своих экранах. Ну а я вас всех очень сильно и безумно люблю. И встретимся в новом видео. Всем до новых встреч. Пока!